У вас сегодня бешеная популярность. Бешеная. Вас пугает, что однажды она может исчезнуть? Ведь наверняка много примеров перед глазами. Не задумываюсь. На все воля Божья. И у каждого, наверное, есть своя судьба. Но если кому-то уготовано рано пройти свой путь и быть неким незавершенным таким, незавершенным, в том, насколько путь, допустим, завершен или не завершен, это уже, это цитара поставим, многоточие. Но то, что над этим не задумываюсь и не готовясь к этому, просто нужно работать, и все. Я думаю, что на мой век хватит работы. Если бы, наверное, я принадлежал комплуа актерам таких вот юных героев, это было бы, наверное, опасно. А я люблю быть характерным. И с котами я понимаю, что может быть и характерность. И есть огромное количество. Примеров. Чего мне нравится. Есть и радио, есть и то самое телевидение. Есть много чего. А там и куклы, глядишь, откроют. Не знаю. В куклы думаю, что навряд ли. Но если мне захочется, я сделаю пародию. Это не проблема уж. Тем более, один раз мне досталось озвучить Иннокентина Михайловича Смутуновского в его последней работе. Вино из-за дуванчиков был такой фильм по Рэйу Брэдбери. Игорь Апосян снимал эту картину. И там сыграл свою последнюю работу, свою роль сыграл. Полковника Фролея сыграл Иннокентина Михайловича Смутуновского. Так получилось, что не успел озвучить. И меня порекомендовали. Я пришел в студию, и я озвучил Иннокентина Михайловича Смутуновского. Это серьезно. Так что тут можно говорить о том, что пародия существует только лишь для того, чтобы поразвлекать. Но существуют вот такие вот моменты, когда я, затаив дыхание, озвучил Смутуновского, его голосом. Ощущение было даже невозможно передать. Но трепет понимание, что я озвучу великого актера, что я вкладываю энергетику интенсионную, вкладываю в уста великого актера. Вот, пожалуйста. Так что на мой век работы хватит. Есть очень много предложений, опять же, записей на радио. Очень много различной литературы, отрывков, пьес, которые... Мечтаю, чтобы я записал стихов, альбомов. Сочиняю музыку, записал недавно свой альбом. Называется он «Хулиган». Я почитал там стихи Есенин и спел девять своих песен на стихи Есенин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!